Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Совсем недавно наша съемочная группа вернулась из Экотехнопарка, где стала свидетельницей очередного визита весьма представительной делегации Национальной Академии Наук Беларуси. Возглавил ее академик, доктор биологических наук, профессор, академик, секретарь отделения биологических наук Национальной Академии Наук Беларуси Михаил Ефимович Никифоров. Помимо Экотехнопарка, научные эксперты также ознакомились и с опытно-экспериментальным производством закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Визит явился продолжением сотрудничества двух организаций. Напомним, что предыдущее посещение нашей компании представителями Национальной Академии Наук Республики Беларусь состоялось 23 декабря 2016 года. И тогда главой делегации был первый заместитель председателя президиума, ученый в области физики и механики поверхностей на микро- и наноуровне, нанодиагностики, академик Национальной Академии Наук Беларуси, доктор технических наук, профессор Сергей Антонович Чижик. В итоговом документе после того визита было сформулировано следующее мнение Национальной Академии Наук Беларуси о струнном транспорте Юницкого. Перспективный проект строительства опытной экспериментальной тестовой транспортной системы эстакадного типа в Пуховичском районе, осуществляемый закрытым акционерным обществом «Струнные технологии», является инновационным и представляет научную ценность и не имеет аналогов. Тем же документом были обозначены точки взаимодействия, одной из которых явилась помощь научных институтов в изучении влияния инновационной транспортной технологии на окружающую среду. Последовавшее посещение экотехнопарка ведущими экспертами-экологами Национальной Академии Наук Беларуси и явилось следствием достигнутых договоренностей. В состав делегации также вошли Владимир Владимирович Титок, доктор биологических наук, член-корреспондент, директор Ботанического сада Национальной Академии Наук Беларуси и Руслан Викторович Новицкий, заведующий сектором экологической оценки преобразования окружающей среды государственного научно-производственного объединения научно-практический центр Национальной Академии Наук Беларуси по биоресурсам. Генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолий Эдуардович Хюницкий ознакомил ученых-мужей со струнными технологиями, аспектами ее взаимодействия с окружающей средой и провел экскурсию по экотехнопарку Skyway. Завершился визит обсуждением дальнейшего развития сотрудничества наших организаций. Послушаем мнение об этом событии и глав обеих сторон переговоров. Не так давно мы вам сообщили о визите очень представительной делегации Национальной Академии Наук Беларуси в экотехнопарк Skyway и об оценке инновационности и научной ценности разработок, которые ведутся закрытым акционерным обществом струнной технологии. Сегодня в продолжении сотрудничества с Академией Наук, также весьма представительная делегация сегодня в экотехнопарке во главе с Академиком-секретарем Национальной Академии Наук Михаилом Ефимовичем Никифоровым и об экологическом аспекте, точнее, о воздействии технологии Skyway на окружающую среду, я думаю, наш высокий гость имеет что сказать. Добрый день, Михаил Ефимович! Добрый день, здравствуйте! Может быть, скажете пару слов о впечатлении, о струнных технологиях, о струнном транспорте Юницкого и о том, как Вы оцениваете воздействие этой инновационной технологии на окружающую среду? Сегодня мы имели возможность познакомиться с тем, как технические вопросы, которые решает Skyway, как эти технические вопросы, технические решения могут воздействовать на окружающую среду, и что делается для того, чтобы эти решения, это строительство, скажем так, не оказывало отрицательного влияния на живую природу, поскольку дороги проходят, струнные трассы проходят, часто проходят через естественные территории, через естественное местообитание животных, через место произрастания растений и так далее. Я должен сказать, что, конечно, производит впечатление именно экологическое мышление руководителей и сотрудников этой организации. Работы ведутся не так давно, но уже первые результаты, конечно, впечатляют, потому что даже до каких-то мелочей продумано возрождение, скажем так, всех групп растущих организмов. Здесь посаженный сад, здесь разводятся грибы, здесь, значит, продумано и водоемы, система водоемов. Сами опоры ставятся, конечно, в этом месте, где ставится опора, нарушается грунт природный. Тоже планируется восстановление его посадкой трав, так же, чтобы, как говорится, кроме опоры вся остальная природа сохранялась. И, в принципе, в разговоре, в обсуждении экологических проблем чувствуется, что работники этой организации глубоко продумывают с экологической точки зрения каждый свой шаг. И это очень радует, и это очень положительно. Потому что убедить в технической значимости проекта, убедить в прогрессивных технологиях с технической точки зрения – это один аспект. Но показать, что от этого не пострадает природа, что эта альтернатива очень даже перспективная и нужная для человека – это очень большой аспект. Поэтому, конечно, то, что организация начала заниматься экологическими вопросами в самом начале своего пути, скажем так, строительства, а не потом, когда уже земля перевернута, как говорится, и так далее, начали искать, как бы это заровнять. Нет. Вот даже я бы сказал, что экологические вопросы идут впереди. Сначала продумывается, что мы оставим после того, как закончится строительство. Вот это очень радует. И радует то, что организация сотрудничает с Академией науки, в частности, с институтами биологического отделения, которые по определению занимаются научной, разрабатывают научную основу именно вот таких продохранных технологий, щадящих технологий. Это сотрудничество, в частности, началось с ботаническим садом, который сегодня здесь присутствует. Да, и мы видим уже высаженные растения, которые рекомендованы ботаническим садом, которые предоставлены ботаническим садом. Многие инновации. Я должен сказать, что вот эти вот сады на крыше, которые планируются, и экспериментальные грядки с целыми различными слоями, которые рассчитаны, что будет задействовано, как говорится, растениями через год, через два, что станет задействоваться через десяток лет, скажем так, та подложка, которая заложена внизу и так далее. Короче, видно, что специалисты, которые работают, я имею в виду прежде всего экологи, поскольку я биолог, я оцениваю, конечно, экологические аспекты, видно, что люди очень инициативные, очень такие, скажем так, очень активные, люди грамотные, потому что просто не идет просто придумка, да, как вот деревню посадили, воткнули что-то и так далее, и слава богу. А идет научный подход, то есть изучается глубоко литература, передовой мировой опыт, люди связываются с целым рядом организаций, просто десятки организаций, которые задействованы, которые или консультируют, или чем-то помогают, передают свой опыт. И мне кажется, что это даже в качестве примера вот деятельность этой организации чрезвычайно важна и полезна. И поэтому надо ее, конечно, рекламировать, эту деятельность, потому что, ну, как бы сказать, вот если хотите посмотреть, как правильно надо работать в природных местовитаниях, в природных экосистемах, вот надо поехать и посмотреть, как это делает Skyway, да. Спасибо большое, Михаил Ефимович. Нам очень ценны ваши замечания и ваша оценка. Ну, естественно, мы не можем закончить это интервью без того, чтобы предоставить слово генеральному конструктору закрытого акционерного общества струнной технологии, Анатолию Эдуардовичу Ининскому. Анатолий Эдуардович, как вы оцениваете продолжающееся сотрудничество с Академией наук и каковы планы, какие договоренности, возможно, были достигнуты сегодня? Расскажите, будьте добры. Я оцениваю это сотрудничество как плодотворное, перспективное. Мы действительно работаем почти с десятками организаций Академии наук, в том числе биологического направления. Для нас это очень важное направление, потому что мы предлагаем другие дороги, они не зря названы небесными, они идут на втором уровне, в отличие от дорог, которые сегодня размещаются на первом уровне. Я часто об этом говорю, я думаю, нужно еще раз сказать, что, ну, первое, под асфальтом сегодня в мире закатана земля по территории равной пяти Великобритании. Эта земля мертва. Она не дышит, на ней ничего не произрастает. И в том числе растения, которые дают кислород для нашего дыхания. А в несколько раз больше территория деградирована почва, потому что выхлопы автомобилей, износ шин, асфальт загрязняют огромные территории. Если корова даже будет пастись в 100 метрах от автомобильной дороги, то лучше бы молоко это не пить. А здесь мы показываем, что наши дороги безопасны, поэтому экологическая сторона у нас на первом месте. И это видно даже по трассе, которую мы сейчас строим. Мы не отняли ни одного квадратного метра земли. И даже там, где стоит опора, там будут расти вьющиеся растения, которые обвают опору. И она тоже будет занята растением. Маленькая территория. Здесь вот видим, что мы пригрузили не бетоном анкерную опору, а почвой, которая бедная очень. Мы взяли ее из-под анкерной опоры. Мы ее обогатили гумусом, обогатили органикой. И за почти 2 метра засыпали почву, которой хватит растению на 100 лет. Питание. И подкаривать не нужно на самом деле. И при этом мы пригрузили почвой, это где-то около 500 тонн земли здесь. То есть на 500 тонн мы уменьшили расход железобетона. И только благодаря этому мы сэкономили около 100 тысяч долларов. То есть мы не только благое дело сделали, но еще сэкономили деньги инвесторов. Поэтому мы и дальше планируем сотрудничать с Академией науки, расширять их сотрудничество, в частности в том числе в области уже микробиологии, микроорганизмов, потому что именно они дают основу плодородии, они создают гумус, и они кормят растения. И поэтому здесь есть и тут и там все микробиологии, которые занимаются. И поэтому, естественно, мы будем с ними сотрудничать, чтобы отработать технологию промышленного получения гумуса из органического сырья, любого задачи. чтобы мы пришли в любую страну, и в том числе, где пустыня, взять Эмираты, чтобы сказать, что мы можем построить не только дорогу, а вдоль дороги еще посадить сады, возродив природную почву. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович, за то благородное дело, что вы делаете. Спасибо большое нашим высоким гостям, представляющим Национальную академию наук Белоруссии, за то, что вы помогаете нам оценить воздействие струнного транспорта Юницкого на окружающую среду. К вам же, уважаемые зрители, обращаюсь, как всегда, с призывом следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv.defeasystems.com. Также подписывайтесь на наш канал YouTube. В общем, поддерживайте наш проект, вносите свой вклад в улучшение экологии Земли. Строй Skyway! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету!